Добрый день! Итак, уважаемые коллеги, участники форума, меня слышно, видно? Да, все хорошо, Людмила Леонидовна. Первый слайд, пожалуйста, будьте добры. На первом слайде мы видим статистические данные, которые свидетельствуют о числе, о количестве, о удельном весе инвалидов с различными заболеваниями в общем на топливном контингенте. И обратить хочу ваше внимание, что в накопленном контингенте первое ранговое место занимают болезни системы кровообращения. Все-таки в накопленном контингенте. И злокачественные новообразования занимают второе ранговое место. И третье ранговое место принадлежит болезням костно-мышечной системы. Обратите внимание, что в структуре злокачественных новообразований преобладают тяжелые группы инвалидности. Это первая и вторая группа инвалидности. И самый высокий удельный вес инвалидов первой группы – это именно инвалидов со злокачественными новообразованиями. То есть высокая тяжесть инвалидности наблюдается у этих пациентов. Это связано с очень многими факторами. И в том числе с поздней диагностикой онкологических заболеваний на третьей-четвертой стадии, когда уже и результаты лечения будут не такими эффективными, как при более ранней диагностике. Но и в то же время мы послушали предыдущий доклад, в котором говорилось о том, что увеличивают количество финансирования на лечение онкологичного обследования, лечение онкологических заболеваний. Но вот внизу обратите на такую цифру, что впервые признано инвалидами в 2019 году 222 тысячи граждан со злокачественными новообразованиями. Согласитесь, что это достаточно большая цифра. Следующий слайд, будьте любезны. На этом слайде показан путь пациента к получению статуса инвалидов. Вы видите, что лечащий врач, его задачами является верификация диагноза. И после верификации диагноза он направляется, этот пациент, на врачебную комиссию. Врачебная комиссия уже принимает решение о направлении гражданина на медико-социальную экспертизу и заполняет соответствующий документ, документ установленной формы, который называется «Направление на медико-социальную экспертизу». Далее гражданин приходит в бюро медико-социальной экспертизы. Обязательно от него нужно заявление, что он не возражает его волеизъявления туда пойти на медико-социальную экспертизу. То есть заявление от гражданина является обязательным. А далее, после завершения медико-социальной экспертизы, документы автоматически переходят в пенсионный фонд. Ну, во всяком случае, не во всех субъектах Российской Федерации, а в автоматическом режиме это все делается по межведомственному взаимодействию. Но, во всяком случае, мы к этому стремимся. Там назначаются гражданину выплаты и выдается справка о ежемесячных денежных выплатах. Ну, вот в настоящее время продолжается реформирование службы медико-социальной экспертизы. И мы хотим, чтобы все этапы, которые представлены на этом слайде, они были без участия гражданина. То есть, чтобы они все совершали по межведомственному взаимодействию. И даже гражданин мог подать заявление на портале госуслуг. Далее документы оформятся, документы автоматически передадутся в бюро. И далее возможен вариант заочного проведения медико-социальной экспертизы. То есть, без участия гражданина. Следующий слайд. Что дает инвалидность гражданам? Ну, медико-социальная экспертиза проводится для того, чтобы установить ту или иную группу инвалидности. И медико-социальная экспертиза – это определение в установленном порядке потребностей освидетельствуемого лица в мерах социальной защиты, включая реабилитацию. На основе оценки ограничения жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством функций организма. Ну и ниже вы видите, какие задачи, какие функции еще исполняет бюро медико-социальной экспертизы, кроме экспертизы инвалидности. Следующий будет телебезный слайд. Здесь мы видим порядок направления гражданина на медико-социальную экспертизу. При первичном освидетельствовании следует подготовить пакет документов гражданину совместно с лечебными учреждениями. В обязательном порядке заявление он должен написать о проведении экспертизы. Представить утвержденной формы 088У06 направление из лечебного учреждения, которое подписано членами врачебной комиссии. И иные медицинские документы. Это могут быть выписки из истории болезни. Это могут быть амбулаторные карты, протоколы инструментальных исследований, протоколы лабораторных исследований у онкологических пациентов, гистохимические исследования. То есть все эти, ну и естественно оригинал и копия паспорта, то есть тот документ, который подтверждает, что этот гражданин действительно тот, который написал заявление на медико-социальную экспертизу. Фамилии и отчества, указанные в паспорте, должны соответствовать сведениям, указанным во всех других документах. При возникновении расхождений предъявляется документ, который отражает причину изменения персональных данных. Ну, например, свидетельство о замужестве или о расторжении брака и так далее. Следующий слайд. Что нужно при повторном направлении гражданина на медико-социальную экспертизу? Тоже обязательно заявление, направление из лечебного учреждения, обязательно предоставляется справка, если повторное свидетельствование, понятно, что инвалидность ему уже определялась ранее. Обязательно предоставляется индивидуальная программа реабилитации и абилитации с отметками, какие мероприятия были выполнены. Точно так же выписки из истории болезни и иные медицинские документы, которые бы позволили проследить динамику в состоянии здоровья гражданина, как состояние здоровья изменилось, стало лучше, стало хуже или лечение не принесло желаемого результата и состояние остается прежним. Это очень важно. Такой метод, удостоверяющий личность гражданина и можно также представить СНИЛС. СНИЛС, кстати, обязательно. Дополнительно может быть представлена копия трудовой книжки для неработающих, оригинал трудовой книжки и заключение о характере труда из органов государственной экспертизы. Это в том случае, когда гражданин идет на медико-социальную экспертизу вследствие профессионального заболевания или вследствие производственной травмы. Следующий слайд. Ну, на этом слайде вы видите представлены нормативные правовые документы, которые на сегодняшний день регламентируют установление группы инвалидности у взрослых и категории ребенок инвалид у детей. Вы видите, в 2019 году появился новый документ. Он называется «Об утверждении перечня медицинских обследований и необходимость для получения клинико-функциональных данных». Мы раньше решили на то, что, вернее, коллеги наши из медицинских организаций не всегда достоверную информацию нам выдавали. Причем не в смысле правдоподобности, а в смысле того, что неполную информацию представляли о гражданине. И возникали соответствующие трудности. Ну, вот этот документ, он позволяет медицинские организации четко выполнить перечень обследований и дать направление, соответствующее на медико-социальную экспертизу. Следующий слайд. Кто же принимает экспертное решение? Экспертное решение принимают специалисты бюро, состава главного бюро, состава федерального бюро, которые могут входить не менее трех специалистов. А состав специалистов формируется из врачей по медико-социальной экспертизе, психологов, специалистов по реабилитации. Обязательным условием формирования состава бюро или экспертного состава главного бюро или федерального бюро является наличие не менее одного врача-специалиста именно в области медико-социальной экспертизы. Третий слайд. Следующий. Ну вот два основных документа вы видите. Это постановление правительства Российской Федерации номер 95 о порядке и условиях признания лица инвалидом. И следующий документ. Приказ Минтруда России номер 585 о классификациях и критериях используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан Федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы. Значит, группа инвалидности в этих документах указана зависит от показателей здоровья, степени нарушенных функций организма и от того, как это отклонение влияет на повседневную деятельность человека. Но у граждан со злокачественными новообразованиями в обязательном порядке мы еще учитываем результаты лечения. Какие были результаты лечения? Были ли осложнения вследствие того или иного лечения? Это обязательно обязательная позиция. Следующий слайд. Ну, онкологические заболевания сопровождаются стойкими нарушениями следующих функций организма. Но практически всех функций организма это будет зависеть от локализации опухолевого процесса. И, безусловно, при проведении медико-социальной экспертизы мы учитываем степень нарушения здесь вот указанных функций. Следующий. Количественная оценка степени нарушенных функций указана в классификациях и критериях, которые утверждены 585Н приказом. И вот здесь мы можем видеть 4 степени нарушенных функций организма. В первой степени относятся показатели здоровья, характеризующиеся незначительным нарушением функций организма. То есть нарушения, которые не ограничивают жизнедеятельность, повседневную деятельность человека. Диапазон таких нарушений 10-30 и группа инвалидности не устанавливается. А далее мы видим вторая степень. Стойкие умеренные нарушения ограничивают деятельность человека. Либо профессиональную, либо социальную, либо и ту, и другую. Количественная оценка соответствует 40-60%. Соответствует это третьей группе инвалидности. Далее стойкие выраженные нарушения функций организма, которые уже влияют на трудоспособность, на самообслуживание, на передвижение. В количественном выражении это соответствует 70-80% и устанавливается вторая группа инвалидности. И следующая позиция, она соответствует первой группе инвалидности. Это тяжелые пациенты со стойкими, значительно выраженными нарушениями функций организма, при которых невозможно самостоятельное функционирование. И гражданин нуждается в постоянном постороннем уходе и надзоре. Такие граждане с тяжелыми нарушениями, со значительно выраженными нарушениями функций организма освидетельствуют заочно. Либо, если гражданин желает им заявление, указывает это с выездом на дом. То есть комиссия экспертная может приехать на дом и провести освидетельствование. Если, например, вопрос стоит не только о группе инвалидности, а о назначении технических средств реабилитации. И если необходимо видеть этого пациента, то такая возможность у нас есть. И граждане могут быть освидетельствованы и в стационаре, и на дому, и заочно по представленным медицинским документам. Следующий слайд. Ну, здесь видите то, что я уже вам проговорила, что самое тяжелое. Это первая группа инвалидности, 90-100% нарушенные функции организма. После установления группы инвалидности разрабатывается обязательная индивидуальная программа реабилитации и абилитации, которая включает реабилитационные мероприятия, медицинские, социальные, психологические, педагогические. Больше к деткам относятся. И туда же вносятся необходимые показанные технические средства реабилитации, которые позволят облегчить жизнь или облегчить, устранить в некоторой степени ограничения жизнедеятельности. Следующий слайд. Ну, в настоящее время я уже сказала, что происходит реформирование, продолжается до 2025 года с двух функций. И более сейчас мы внимательны к пациентам в контексте того, что особенно это относится к пациентам с злокачественными новообразованиями, что большую часть медико-социальных экспертиз все-таки планируем проводить заочно. Этот процент должен достичь концов 2025 года 55%. Гражданам, находящимся на лечении в стационаре, в связи с операцией, компутацией, конечностей и мини-дефектами, предусмотренными постановлением правительства 339, может быть проведена медико-социальная экспертиза в стационаре. В случае отсутствия положительных результатов, проведенных в отношении инвалида реабилитационных или абилитационных мероприятий, медико-социальная экспертиза может быть проведена на дому или заочно. Такие мы сейчас, в общем-то, следующий слайд, будьте добры, позиции рассматриваем. Ну и что сейчас происходит, вы уже знаете, да, что до приоритета дается заочным экспертизам и автоматически продляется ранее установленная группа инвалидности на 6 месяцев. Тем гражданам, у которых срок очередного опеки освидетельствования наступает в период с 1 марта по 1 октября, 20-го года. Если гражданин не согласен с решением бюро, также остается 1 месяц на обжалование этого решения. Точно так же в автоматическом режиме продлевается на полгода индивидуальная программа реабилитации, реабилитация инвалида, ребенка-инвалида. Остаются те же самые мероприятия и технические средства, которые были включены. Что будет после октября, может быть, тоже будут какие-то нормативные документы, которые будут регламентировать процесс медико-социальной экспертизы и далее. Ну вот пока отдается приоритет заочным экспертизам. И в тех субъектах Российской Федерации, где хорошо налажено медведомственное взаимодействие, то от гражданина только достаточно подать заявление с портала Госуслов и дальше вот этот процесс в автоматическом режиме будет уже работать. Следующий слайд. Ну, мы проговорили о временном порядке признания лица инвалидом. И, пожалуйста, следующий слайд резюме. При определении группы инвалидности больным со злокачественными новообразованиями учитывается локализация, размер опухоли, стадия опухолевого процесса, форма и темп роста опухоли, гистологическое строение опухоли, прогноз. И, конечно же, результаты лечения. Учитывается также у коморбидных больных осложнение или наличие сопутствующих заболеваний. В случае неэффективного проведения терапии инвалидность определяется, больной наблюдается в течение пяти лет. А дальше уже по ситуации. Пациентам доступно заочное освидетельствование. И, согласно временным мерам освидетельствования и период освидетельствования до октября 2020 года, будет проходить для всех граждан в заочной форме. Ну, на этом у меня все. Продолжение следует...